аудиотека всемирной литературы представляет антон павлович чехов счастливчик вы можете поддержать автора канала лайками комментариями подписками на канал в бусте ссылка на канал в описании прямо под видео приятного прослушивания счастливчик со станции благое николаевской железной дороге трогается пассажирской поезд в одном из вагонов второго класса для курящих окутанные вагонами сумерками дремлют человек пять пассажиров они только что закусили и теперь прикорнув к спинкам диванов стараются уснуть тишина отворяется дверь или вагон ходит высокая полкеобразная фигура в рыжей шляпе и в щегольском пальто сильно напоминающая переточных и жюль верновских корреспондентов фигура останавливается посреди вагона сопит и долго щурит глаза на диваны нет это не тот бормочет она черт знает что такое что это просто возмущительно нет не тот один из пассажиров всматривается в фигуру и издает радостный крик иван алексеевич какими судьбами это вы полкеобразный иван алексеевич сракует тупо глядит на пассажира и устав его весело всплескивает руками а педр петрович говорит он сколько зим сколько лет а я и не знал что вы в этом поезде едете живы здоровы ничего себе только вот батенька вагон свой потерял и никак его не могу найти это кая я идиотина пороть меня некому полкообразный иван алексеевич покачивается и хихикает бывающие такие случаи продолжает он вышел я после второго звонка книгу выпить выпил конечно ну думаю так как станция следующая еще далеко то не выпить ли и другую рубку пока я думал и пил тут третий звонок я как сумасшедший бегу и упаковываю в первый попавшийся вагон ну не идиотен или я не курица для сын а вы в заметно веселом настроении говорит петр петрович подсаживайтесь к честь и место не иди пойду свой вагон искать прощайте в потепках и вы чего доброго с площадки свалитесь садитесь а когда подъедем к станции вы и найдете свой вагон садитесь иван алексеевич взыхает и решительно садится против петра петровича он видимо и возбужден и двигается как на иголках куда едете спрашивает петр петрович я в пространство такое у меня в голове столпотворение что я и сам не разберу куда я еду ведет судьба ду и еду голубчик видали ли вы когда-нибудь счастливых дураков нет так вот глядите перед вами счастливейший и смертных ас ничего по моему лицу не заметно то есть заметно что вы того чуточку должно быть у меня теперь ужасно глупое лицо ах жалко зеркала нет поглядел бы на свою мордализацию чувствую батенька что идиотом становлюсь честное слово я можете себе представить ворочные путешествия совершаю но не курицын ли сын вы разве вы женились сегодня милейший поменчался и прямо на поезд начинаются поздравления и обычные вопросы хе-хе-хе-хе смеется петр петрович кто-то вы франтом таким разрядились да с для полной иллюзии даже духами попрыскался по уши ушел в суету ни забот ни мысли одно только ощущение чего-то этого черт его знает как его и назвать благодушие что ли отродясь еще так себя великолепно не чувствовал иван алексеевич закрывает глаза и крутит головой возмутительно счастлив говорит он да вы сами посудите пойду я сейчас свой вагон там на диванчике около ножка сидит существо которое так сказать всем своим существом преданно вам эдакая блондиночка с носиком с пальчиками душечка моя ангел ты мой пупырчик ты эдкой филоксера души моей а ножка господи ножка ведь не то что вот наши ножичьи а что ты такая миниатюрная волшебная аллегорическая взял бы да так и съел эту ножку эээ да вы ничего не понимаете ведь вы материалисты сейчас у вас анализ то да все сухие холостяки и больше ничего вот когда женитесь но вспомните где ты теперь скажите иван алексеевич а нас так вот пойду я сейчас свой вагон там уж меня с нетерпением ждут предвкушают мое появление на встречу мне улыбка я подсаживаюсь и так двумя пальчиками за подбородочек иван алексеевич крутит головой и закатывается счастливым смехом потом колонешь свою башку ей на плечик и обхватываешь рукой талию кругом знаете ли тишина поэтический полумрак весь бы мир обнял в эти минуты Петр Петрович, позвольте мне вас обнять Сделайте одолжение Приятели при дорожном смехе пассажиров обнимаются И счастливый новобрачный продолжает А для большего идиотства Или, как там в романах говорят Для большей иллюзии Пойдешь к буфету и опрокинонтом рюмочке две-три Тут уж в голове и в груди происходит что-то Чего в сказках не вычитаешь Человек я маленький и ничтожный А кажется мне, что и границ у меня нет Весь свет с собой обхватываю Пассажиры, глядя на пьяненького счастливого новобрачного Заражаются его бессельем и уж не чувствуют дремоты Вместо одного слушателя около Ивана Алексеевича Скоро появляется уже пять Он вертится, как на иголках, брыщет, машет руками и болтает безумолку Он хохочет и все хохочут Главное, господа, поменьше думать К черту все эти анализы Хочется выпить, суепей, а нечего там философствовать Вредно это или полезно Все эти философии и психологии к черту Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Девятого номера. Есть двести девятнадцатый. Ну, двести девятнадцатый, все равно. Так и скажите этой даме. Муж цел и невредим. Иван Алексеевич хватает вдруг себя за голову и стонет. Муж, дама, давно ли это? Муж, пороть тебя нужно, а ты муж. Ах, идиотина. Но она вчера еще была девочкой, козявочкой. И просто не верится. В наше время даже как-то странно видеть счастливого человека, говорит один из пассажиров. Скорее, белого слона увидишь. Да, а кто виноват, говорит Иван Алексеевич, протягивая свои длинные ноги с очень острыми носками. Если вы не бываете счастливы, то сами виноваты. Да, а вы как думали. Человек есть сам творец своего собственного счастья. Захотите, вы будете счастливы. Но вы ведь не хотите. Вы упрямо уклоняетесь от счастья. Вот цена. Каким образом? Очень просто. Природа постановила, чтобы человек в известный период своей жизни любил. Настал этот период, ну и люби вообще лопатки. А вы ведь не слушаетесь природы, все чего-то жрете. Далее. В законе сказано, что нормальный индивиду должен вступить в брак. Без брака счастья нет. Приспелое время благоприятное. Ну и женить, нечего конетелить. Но ведь вы не женитесь, все чего-то ждете. Засим в писании сказано, что вино веселить сердце человеческое. Если тебе хорошо и хочется, чтобы еще лучше было, то стало быть, иди в буфет и выпей. Главное не мудрствовать, а шарить по шаблону. Шаблон? Великое дело. Вы говорите, что человек творец своего счастья. Какой к черту он творец, если достаточно больного зуба или злой тещи, чтобы счастье его полетело вверх тормашкой? Все зависит от случая. Случись сейчас с нами Кукоевская катастрофа, вы другое бы запели. Чепуха! Протестуй-то вобрачный. Катастрофы бывают только раз в год. Никаких случаев я не боюсь. Потому что нет предлога случаться этим случаем. Редкие случаи. Ну их к черту. И говорить даже о них не хочу. Ну, мы, кажется, к полустанку подъезжаем. Вы теперь куда едете? Спрашивает Петр Петрович. В Москву или куда-нибудь южнее? Здравствуйте. Как же это я, едучи на север, попаду куда-нибудь южнее? Но ведь Москва не на севере. Знаю, но ведь мы сейчас едем в Петербург, говорит Иван Алексеевич. В Москву мы едем, помилосердствуйте. То есть, как же в Москву? Изумляется новобрачный. Странно. Вы куда билет взяли? В Петербург. В таком случае поздравляю. Вы не на тот поезд попали. Проходит полминуты молчания. Новобрачный поднимается и тупо обводит глазами компанию. Да, да, поясняет Петр Петрович. В Балагом вы не в тот поезд вскочили. Вас, значит, угораздило после коньяков во встречный поезд попасть? Иван Алексеевич бледнеет, хватает себя за голову и начинает быстро шагать по вагону. Ах, я идиотина, негодует он. Ах, я подлец, чтоб меня черты съели. Ну что я теперь буду делать? Ведь в том поезде жена, она там одна ждет, томится. Ах, я шут горох, а вы? Новобрачный падает на диван, и ежица точно ему наступили на мозоль. Я счастливый человек, стонит он. Что же я буду делать? Что? Ну, ну, утешают его пассажиры. Пустяки. Вы телеграфируете вашей жене, а сами постараетесь сесть по пути в курьерский поезд. Таким образом вы ее догоните. — Курьерский поезд! — плачет новобрачный творец своего счастья. — А где я денег возьму на курьерский поезд? Все мои дейки у жены! Пошептавшись, смеющиеся пассажиры делают складчину и снабжают счастливца деньгами. Антон Павлович Чехов «Счастливчик!» читал Джахангир Абдулаев 22 июня 2022 год Субтитры создавал DimaTorzok